Европе стоит приготовиться. Генерал Костелко прогнозирует, к чему приведет встреча Трампа с Путиным. И не только. Парламент не листы, Чехия. 15 июля 2018 года. По мнению бывшего министра обороны и бывшего посла Чешской республики в России Мирослава Костелки, Мирослав Костелько, Европа должна приготовиться к тому, что ей придется каким-то образом стать независимой от Соединенных Штатов, поскольку полагаться на американский зонтик она больше не может. Генерал Костелко также не верит, что Россия и Соединенные Штаты очень быстро преодолеют барьеры между ними, ведь сегодня, по мнению генерала, ситуация хуже, чем во времена Холодной войны. Однако любая договоренность с Россией, по-моему, для мира очень позитивна. Пусть даже малейшая, заявила экс-министр обороны Костелко в интервью, посвященном саммиту НАТО и предстоящей встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Парламент не листы. Перед прошедшим саммитом НАТО американский президент Дональд Трамп снова ужесточил риторику и вновь обвинил и европейские государства в том, что они недостаточно платят за свою оборону. Если прибавить к этому еще торговую войну, которую он начал против Европы, то встает вопрос, не рушится ли Евроатлантический союз. Мирослав Костелко, Дональд Трамп по сути делает то, о чем говорил в своей инаугурационной речи. А говорил он, что Америка будет на первом месте. Он заявил об этом очень резко, но его, американца, нельзя в этом упрекать, поскольку каждый президент должен стремиться, чтобы у его страны были самые лучшие условия. Он действует жестко, но такие уж они, американцы. Они делят людей на американцев и конкурентов, а некоторые, и на врагов. Разумеется, торговая война – вещь очень неприятная, и такое она будет и для американцев, и для Европы, и для Китая, и для всего мира. Опыт подсказывает, что из торговой войны никто не выходит победителем. Запрещенная в РФ организация – примечание редакторов. Канцлер Германии уже говорила, что Европе придется полагаться на саму себя. Однако США оказывали большое влияние по всему миру. Какими будут глобальные последствия их политики, скажем, в случае ухода из Афганистана? Я думаю, что Соединенные Штаты не уйдут, но некие изменения действительно могут произойти, если представитель Совета национальной безопасности сказала правду, и политика США в сфере безопасности будет пересматриваться. Что касается Европы, то времена, когда Америка была на пике, уходит в прошлое. Во всех документах США называют себя лидирующей силой в мире, которая отстаивает принципы демократии и гуманности. Но эти времена прошли, и биполярный мир, по-моему, уже превратился в многополярный. Европа должна приготовиться к тому, что ей придется стать самостоятельной. Не только в экономической сфере, где она является конкурентом Соединенных Штатов, но и в сфере собственной обороны, поскольку полагаться на американский зонтик Европа больше не может. Вероятно, события будут развиваться таким образом, как в этот контекст вписывается желание Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Некоторые полагают, что встреча Трампа с российским президентом Путиным – это, в первую очередь, победа Путина. Уже в своей инаугурационной речи американский президент заявил, что необходимо урегулировать отношения с Россией. Сейчас, по-моему, эти отношения хуже, чем были во времена Холодной войны. И не только Россия и США, но и вся Европа, и весь мир ощущает крайне негативные последствия этой напряженности. В своем роде саммит – это ПР для Путина, но вообще я не возлагаю навстречу особых надежд. Во-первых, Трамп и Путин находятся в трудном положении. Трамп – потому, что по-прежнему ведется расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Американский президент – тот пристальным вниманием демократов, которые воспользовались русским следом в американских президентских выборах исключительно против Трампа. Его выставляют русской марионеткой, поэтому он не может позволить себе пойти на слишком большие уступки. Иначе на него немедленно набросятся с критикой, что он слишком потакает России. Но вместе с тем ему нужны результаты, положительные отзывы и признание его успеха. Путин тоже находится в трудной ситуации, так как у него серьезные проблемы с экономикой после падения цен на нефть, ввиду прежней огромной ориентации экономики на добычу и экспорт энергоносителей. Другое дело, что сегодня цены на нефть достаточно высоки, и россияне рассчитывали, что стоимость барреля достигнет 50 долларов, а сейчас она значительно выше. Однако может случиться так, что цены снова быстро упадут. Поэтому в Америке многие призывают к тому, чтобы снижать цены. Для Путина сейчас не лучший момент с точки зрения внутренней политики в России, так как пенсионная реформа, которую он хочет провести, вызывает крайне негативную реакцию. Около 90% граждан ее не принимает, и только около 8% поддерживают. Кроме того, Путин пообещал, что во время его правления пенсионный возраст повышаться не будет, именно. Однако пенсионная реформа неизбежна. Я советую всем его критикам поинтересоваться пенсионной реформой и пенсионным возрастом в Чешской Республике и других странах. Но у нас средняя продолжительность жизни намного больше, чем в России. Но и там продолжительность жизни очень быстро растет. На вопрос, какому политику вы верите больше всего, в январе около 60% россиян ответила, что Путину. А в июне таких набралось всего 48%. Снижение рейтинга коснулось Медведева, Лаврова и других политиков, на 12% у всех. Так что положение Путина не из лучших. Тем не менее я полагаю, что он займет очень жесткую позицию в отношении основных важных для России вещей. Хотя мотивация у него уже не та, что перед выборами, но зато переизбранным хочет быть Трамп. Кроме того, вскоре в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы в Конгресс, и Трампу нужно будет заработать очки для республиканцев. Именно это движет им сейчас. Поможет ли Путину встреча с Дональдом Трампом во внутренней политике? Может помочь, но не обязательно. Как я уже несколько раз говорил, Путин относится к очень прагматичным политикам. Возможно, таким его сделала карьера. Но он не ястреб. Он политик, который предпочитает договариваться, а не воевать. В России есть разные фракции, включая истребов. Некое соглашение с Соединенными Штатами может негативно сказаться на позиции Путина внутри правящих российских элит. С другой стороны, как мне кажется, простые люди ждут, что в отношениях между этими странами спадет напряженность. Если Путин на встрече с Трампом достигнет хороших результатов, это поднимет его популярность у народа. Проблема в том, как поступят российские элиты, которые находятся у власти. Может ли популярность Путина вырасти, если удастся ослабить или полностью отменить антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами? Я не думаю, что удастся отменить антироссийские санкции. Максимум, возможно, удастся частично их ограничить. Это, наверное, и предложит Трамп. А что еще? Взамен он захочет решение вопроса Сирии, Украины, Крыма. Но, по-моему, делать уступки в этих вещах Путин не может. Правда, на повестке могут оказаться и другие вопросы, в том числе и Афганистан, позиция по Северной Корее. Их может быть и больше. Какими, по-вашему, могут быть результаты встречи Трампа с Путиным? Что было бы оптимально не только для Соединенных Штатов Америки и России, но и, прежде всего, для мировой политики. То, что могло бы стать самым важным, наверное, так и не случится. Элиты будут мешать. В идеале Соединенные Штаты могли бы договориться с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией, бедностью о сотрудничестве в экологической сфере. Но этого, как мне кажется, не случится. Россия по-прежнему останется противником Соединенных Штатов Америки. С геополитической точки зрения это логично, так как США утрачивают свое положение. Возможно, будет достигнута какая-то договоренность по Сирии, скажем, касательно иранских подразделений и их действий на границе с Израилем. Если американцы предложат выйти из Сирии, то российское правительство может надавить на Ирак и Иран, чтобы их силы покинули Сирию. Сама же Россия может сократить численность своих военнослужащих в Сирии, если россияне получат гарантии того, что сирийское правительство сохранит контроль над территориями. Возможно и договоренность в области ядерного оружия, прежде всего мер, ограничивающих разработку торпед, о которых говорил Путин, или ракет с ядерным двигателем. На мой взгляд, такое возможно. Но я не верю, что произойдет какой-то коренной перелом. Думаю, обе стороны оценят встречу очень позитивно, но волки будут сыты и овцы будут целы. То есть вы не верите, что будет достигнута какая-то важная договоренность, которая положит конец холодной войне между Соединенными Штатами и Россией. В сложившейся ситуации, учитывая, что говорит Трамп, я не думаю, что президентам двух стран удастся очень быстро преодолеть барьеры между их странами. Например, перед саммитом НАТО американский президент заявил, что не понимает, как Германия может отдавать России миллиарды долларов за газ, но при этом принимать военную защиту от Соединенных Штатов. Он подводит к тому, что Соединенные Штаты могут поставлять в Европу СПГ, разумеется, по более высоким ценам. Однако любая договоренность США с Россией, по-моему, для мира очень позитивна, пусть даже малейшая.